Для работы есть товарищ, тоже с Тбилиси, вот он как раз мне переводил фильм, там же не всегда по-русски я разговариваю, он тоже очень заинтересован, у него три высших образования и все с физикой связаны. Это Важа, да? Да, да, да. Все, Денис, давай так обговорим, что мы с тобой-то будем на связи всегда, будем разговаривать, но я думаю, что все-таки эту команду надо будет создать, потому что это уже пойдет. Ну дело в том, что вот сейчас на форумах идет страшная дезинформация, то есть есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы это ни в коем случае в народ не прошло. Да, я же написал, что там новый СР появился. То есть комментарий Тарьелла был такой, что земля, говорит, не нужна. Ты, наверное, читал, да? Да, да, да. Ну это фуфло там, все там. Земля не нужна транспортным вариантом. А вот что я и как это делаю, это мы потом посмотрим, когда первые экземпляры пойдут, автомобили, самолеты, электровозы, корабля. Ну вот я для себя представляю, как это работает. Это вот как по Тесле. Нужен импульс, именно искра, ее нужно прервать. Вот, вот. То есть ему больше. Нужен механический прерыватель. А у нас электрический. Ну вот я пока не знаю, как электрический сделать. Тесле доводил до двух миллионов прерываний за секунду. Мы пока мы на половину дошли. Где-то миллион прерываний делали. За секунду. Угу. Механический. То есть обратное не должно быть обратное ДС. Надо от нее избавляться. Я так понимаю. Да, да. Если не избавишься, то такой бабах будет все. Ты сам знаешь, что край зайдет. Ну да. Я тоже Теслу изучал, но только после того, как ваше видео просмотрел. До этого я как-то... Ну Тесла и Тесла. А чем он занимался? Ну это ясно. Это гений. Ну теперь я уже знаю. Да. Ну мы должны знать, что сделать. Когда, наверное, собраться потом. И ты, и Вазя. Ну там и много людей не надо оттуда нам. Два их восхватить. И мои будут ребята. Короче, все будет там нормально и в порядке. Потому что это уже не останусь. Конечно. Ничего нам будет бояться. Ну я сейчас почему делаю гидромеханический. Этот суд не будет длиться. День-два. Это будет где-то год-два. Ну это бюрократический аппарат этих судов. Ну. Всему миру известно. Может быть они ускорят. Я не знаю. Но я говорю, что вот эти год хотя бы не потерять. И начать эти гидромеханические выпускать. А вот там, где у Вас с зеленой коробкой демонстрация. Там ферритов нету, да? Вот эта катушка, которая с индуктором. Денис, ни в коем случае. Ты изучал. Тесла пошла в коем-какшне. Ну ты посмотри, где у Тесла феррит? Ну есть там, где не феррит, а обожженное железо. Обожженное железо. Да, да, да. Потому что тогда ферритов не было. Давай так скажем. Ну да. Ну обожженное железо это в любом случае. То же самое. Ну да. То же самую функцию Вы померлили. Понятно? То есть Вы не применяли? Не-не-не. Ни в коем случае. Ни в коем случае. И самое главное. Как раз в том, что говорят, что резонанс нужен, не нужен. Бифиляр. Можно и бифиляр. Можно и без бифиляра. Но бифиляр, что лучше говорят. Вот я не знаю. Знаешь, что у меня зли. Перед носом все лезит. А вот говорили, что как будто я поехал. Там у меня ничем. Кажешь. Покупать. Покупать. На какие часы я у него это купил. У меня денег, денег. Наскрываю, чтобы что-то делать так. Ну, в таких условиях. Под лестницей. Подвале. На кресле. Черт возьми. День работы. У меня в лаборатории жизни не было. Ну да.